Ровный да помогает ровному. У Гомельской области уже три инициативные группы пожилых людей клопотятся про подопечных. Такую макшимость быть активными и запотребованными им пропонует Товариство Червоного Крыжа. Об тем, как в регионе реализуется инициатива организации здорового старения, расскажет Ганна Каральчук. Здравствуйте, моя родная. Здравствуйте. 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 Анценине Голубева 76 годов. Она живет одна, детей нет, муж давно помер. Остальные родные живут далеко. Справляться с хатными клопотами у Апошнича становилось все больше складано. До того ж пожилая женщина серьезно захворела. В этот момент у ее жизни появились анелы. Так она их называет. Волонтеры инициативной группы Червоного Крыжа. Они допомагали с лечением, робили компрессы и массажи, рыхтовали ежу. Так посебровали и стали, как семья. Так хорошо, что есть у нас Красный Крест. И там такие благородные люди в нем работают. Это не девчаты, а прямо можно сказать, как ангелы от Бога. Ну, честно, давление померяют. И морально, и как хочешь, они тебя поддерживают. Надо проколоться, и они проколют тебя. Надо что-то прийти, тебе помочь сделать. Они придут почистить и помоют тебе. Вот какие люди у нас. Гэтых активных и позитивных дам у Червоного Крыжа называют «золотой молодзю». Пожилые волонтеры ходят в магазин за продуктами и в аптеку за медикаментами. Готуют ежу, вымирают тиски, вядомыши, размовляют. И они так само допомагают с выдачей гуманитарной допомоги и доброупорядкованием территории. Возникает питание, навошта. Причин шмата, однако, головны отчуть себе потребными и реализованными. Я люблю жизнь, люблю людей. И люблю делать добро. И мне хочется, особенно пожилым людям, помогать, потому что, когда человек одинокий, он хочет тепла, внимания, любви от кого-то. Если еще, тем более, нет родственников рядышком, то очень тяжело людям. И поэтому я сейчас на пенсии решила заняться благотворительностью такой. Так вот я пришла в Красный Грест и я нисколечко не жалею, потому что это благородное дело. И дарить вот такую теплую любовь людям, это, конечно, ну, стоит этого вот ходить и помогать. Ой, летели гуси с броду, ой, летели гуси с броду, помотели в рыжке в воду гуляю я. По кроме клопоту про подопечных, пожилые волонтеры раз в тыдень состракаются разом у клуба по интересах. Вот такой душевной атмосферой иные размавляют, делятся проблемами, опытом, спевают песни, займаются рукоделем. Зараз, на приклад, яны вяжут одень и робят поштовки, какие потом отдадут у социальной установы. Новое направление осваиваем скраббукинг, так называемый, это подделки, это открытки, это какие-то карточки, что можно вот просто кому-то сделать приятное. Также в Мозере наша группа занимается скандинавской ходьбой, тоже очень активно продвигают, очень много и в парках они, и акции устраивают, и присоединяются даже прохожие люди. В опыт створения подобных групп наша областная организация запозичила у швейцарского червоного крижа. Зараз у Гомеля дзенит шеет две такие группы, у советским и чехуночным районах, а так сама одна группа у Мозеры. У каждой из их коля 10 человек. Яны пройшли тренинг по основах догляду на дому и по оказанию первой допомоги. Набор у инициативной группы протягивается, для этого потребно звернуться в областную организацию червоного крижа. Ганна Коральчук и Хармарыщенко, ТЭЛЬ, радует компания Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова